Здарова всем ребятушки, с вами Мамонты, в этом видео свежие новости стенд оф 2. Да, давно я не активничал. Чувствую себя немного виноватым, поэтому я решил загладить вину и сделаю вам подарок. Проведу для вас ивент в своем телеграме, это будет сюрпризик, поэтому ссылка в описании залетай. Первое. Разраб расставил точки на ды. Второе. Летнее обновление принесет много контента. Третье. Мамонт ивент 2024. Четвертое. Почему не стоит ждать летнее обновление? Пятое. Будут ли акции и рулетки? Шестое. Бихолдер на отдыхе. Седьмое. Почему у меня выходят так редко ролики? Восьмое. Проект стенд оф 2 на стадии бета. Девятое. Почему у стенд оф 2 нет конкурентов? Недавно у разработчиков вышел полноценный видос с ютуберами, ответы на вопросы. Вопросы были прикольные, их было много и ответы были развернутые и максимально понятные. Я решил все самое главное собрать в одно и вкратце донести вам истину, что будет в обновлениях, что разработчики готовят для нас и какие проблемы будут исправлены. Итак, первый интересный вопрос. Почему удалили войсчат? Ответ очень прост. Они не могут исправить ошибки. Почему? Потому что этот войсчат они купили у другой компании. И сейчас они создают свой личный войсчат, который будет добавлен в игру позже. Поэтому вопрос по поводу голосового общения в стенд оф 2 закрыт. То есть войсчат будет в будущем. Второй вопрос. Будет ли переработан батл пасс? И честно говоря, я был в шоке, когда услышал ответ. Я сколько раз говорил, что блин, шаблон, пожалуйста, уберите. Шаблонные обновления это очень скучно. Нам нужно разнообразие. Мне лично отвечали, ну это пока что временно. То есть все в будущем будет хорошо, не волнуйтесь. Плюс я говорил о том, что нам не нужны граффити, особенно в платном пассе. Когда ты отдаешь свои деньги за то, чтобы получить награды, а тебе дают граффити. Которое тем более просто потратится и исчезнет. Скин ты можешь себе оставить в инвентаре. Нож ты можешь применить. Наклейку ты можешь наклеить, отодрать уже по своему желанию. Но граффити ты просто покрасишь, оно исчезнет навсегда. И продаешь ты его за 0-1 голду. Зачем тогда оно нужно в платном пассе? И ответ разработчиков реально меня убил. Они сказали, что мы думали пока что только над визуальной частью. И она изменится в скором будущем. То есть получается, что граффити останутся? За что? Почему? Хорошо, если они думают только над визуальной частью. А как же здания, которые постоянно повторяются? Я уже молчу про то, что ты донатишь для того, чтобы получать в основном рарки. Я думаю, что это вообще неправильно. И Веля как раз таки прав, что, блин, мы покупаем пасс. А в итоге мы даже не знаем, что мы покупаем. То есть максимальный рандом. И очень маленький шанс, что мы получим хороший дроп. Выгоднее просто купить голду, зайти на рынок после того, как закончится голд пасс и все. Да, боевой пропуск выгодно покупать. Но уровни вообще нет смысла покупать, потому что там шансы, как с кейсов, даже возможно меньше. Например, новая эмка, которая вышла на рынок, статрековская Аркана, стоит 7000 голды. А чтобы купить весь пасс, нужно заплатить больше 12000 рублей. Но за 12000 рублей мы можем купить почти 30000 голды. Вопрос, зачем мне покупать весь пасс, которого даже не выпадет эмка статрековская, если я могу себе купить 30000 голды и купить все предметы с батл пасса после того, как они выйдут на рынок? Кстати, если вам кажется, что я странно озвучиваю ролик, то вы правы, потому что мне просто тупо тяжело дышать. Это астма, и мне приходится вот в конце вот так вот быстро разговаривать, чтобы успеть на последнем дыхании все высказать. Делаем выводы, что разработчики пока что механику пасса не планируют менять, а вот визуал они уже меняют. Поэтому в первую очередь мы ждем изменения визуальные, ну а в будущем, естественно, они обязаны просто будут изменить механику пасса. Потому что выбивать тупые граффити, которые нафиг никому не нужны, за деньги я не хочу. Я уверен, что вы тоже поддержите меня в комментариях. Вы ведь не хотите получать просто так дешманские граффити с голд пасса. Но если сделать 2-3 граффити на весь пасс, тогда будет окей. Ты задонатил или прошел бесплатно, получил 2-3 граффити, и в принципе они не будут стоить копейки, потому что их очень мало в пассе. Не через каждый уровень. Третий вопрос про мастерскую. Скажу вам по секрету, разработка мастерской началась еще не в 23-м и не в 24-м году. Если что, узнал я о том, что разрабатывают мастерскую в 23-м году. Сейчас, на данный момент, разработчики уже официально говорят о том, что она разрабатывается и в скором будущем уже появится. Кстати, Global News выдвинули свою теорию, что мастерская примерно выйдет в 25-м году. Ну а я думаю, что это с 25-го по 26-е даже, потому что мастерская это не так просто, как те же оперативники, которых тоже добавят в Stand Up 2. Это как раз таки четвертый вопрос от ютуберов. Но оперативники это тоже трудный вопрос, такой же, как и мастерская, потому что нужно их создать такими, чтобы они были оптимизированы под каждую карту, чтобы где-то оперативник полностью не сливался с фоном. Нужно придумать, можно ли их будет продавать на рынке, либо просто как коллекционный предмет, либо бесплатно. Вкратце объясню так. Нужно, чтобы разработчики были в окупе, а игроки были рады. Нужно это совместить и выпустить. А вот по поводу женских персонажей, это самое трудное, даже труднее, чем мастерская. Потому что если бы мы добавили женских персонажей, то они выглядели бы как мужчины. Ну, в принципе, как в CS2, ну или в CSGO. То есть, раньше разработчики думали о том, что, блин, может добавить женских персонажей, но как их сделать женственными, если моделька изначально готовилась под мужчину. Короче, если добавить женщину, она будет выглядеть более женственно, она будет худее, меньше, не будет выглядеть как терминатор. Именно поэтому в нее будет труднее попасть, ведь она даже ниже ростом. Мое мнение таково, когда полностью перепишут игру, тогда уже и будут задумываться о добавлении женских персонажей и как правильно их реализовать. Еще было очень много вопросов по поводу матчмейкинга, союзников, несправедливого ММР, багов, читеров и так далее. Разработчики на все эти вопросы отвечали полностью конструктивно развернуто. То есть, вот у нас есть, например, баг с плечом. Мы его не можем исправить потому-то, потому-то. Мы уже его исправляем и скоро будет он исправлен. То есть, там подробно все объяснялось, почему и как исправляют. По поводу багов, ММ, там разные проблемы, там везде есть одинаковые ответы. Что-то мы уже исправили, что-то исправится. Над этим мы работаем. То есть, в принципе, ничего интересного. Но остался еще очень интересный вопрос, который волнует именно меня. Магазин серебра. Я даже вставлю специально, как Веля спросил это у разработчиков. Вопрос от комьюнити, от меня, от Мамонта. Магазин серебра. В нашей любимой игре Stand of 2 помимо золота также присутствует серебро. И, к сожалению, помимо боксов в магазине серебро никак не задействовано. Плюсом мы начинаем замечать, что с каждым обновлением не задействованы рамки, не задействованы какие-то уникальные аватарки, какие-то уникальные наклейки, которые можно было бы все это собрать и поместить в магазин серебра. Прекрасно понимаем, как это отразится на игре, потому что серебро все-таки тоже конвертируется через золото, золото донатится. То есть, как бы, это и студии будет довольно интересно, как новая механика. Вот, и для игроков, которые уже давным-давно соскучились по рамкам, по каким-то уникальным предметам за серебро. Спасибо за вопрос. Смотрите, мы про вот эту вот сущность, так называемый магазин серебра, слышали давно, но до сих пор нет какого-то единого понимания, как это должно выглядеть. Но когда у нас будут ответы на вот эти все вопросы, то есть, именно как это реализовать, что это принесет игроку в первую очередь, и как это будет выглядеть в финале, то есть, что получат обе стороны. Вот на эти вопросы в первую очередь надо отвечать. Когда я услышал этот ответ, примерно вот такая у меня реакция была на разработчика. Насчет большого количества серебра, которое накапливается на аккаунтах активных игроков, тут я согласен, да, я много таких аккаунтов видел. Действительно, очень неприятно и неудобно скупать баксы, открывать баксы, и потом выставлять вот этот вот весь богатый объем скинов на рынок. Это все очень долго, неприятно, и никому не хочется этим заниматься. Поэтому мы эту тему сейчас внутри в студии обсуждаем и думаем, как нам придумать какой-нибудь способ утилизировать серебро быстро, если есть на это запросы от аудитории. Ну, а он, очевидно, есть. Поэтому и обсуждать мы это будем. И что-нибудь наверняка придумаем. Ну, спасибо. Честно, я в шоке от того, что выдал разраб, потому что я уже миллион раз говорил о том, как правильно и как лучше это сделать, и зачем вообще это нужно. Итак, отвечаю на первый вопрос. Зачем нужен магазин серебра? На примере возьму Бравл Старос. В Бравл Старосе присутствуют разные валюты. Монеты, блинги, гемы. Гемы мы можем сравнить с голдой, блинги мы можем сравнить со звездочками, которых не хватает в стенд-оффе. Звездочки за задания. Отдельные скинчики, которые можно купить за звездочки. Но эти задания можно проходить только за деньги. То есть, блин, я не знаю, почему до сих пор это не реализовали, если это мега гениально. Ну и третья валюта в Бравле – это монеты. Как раз-таки можно ее сравнить с серебром в стенд-оффе. И вот за монеты в Бравле тоже можно покупать скины. Конечно, они не самые крутые. Это просто серебряный золотой скин. Он выглядит максимально просто и некрасиво. В нем нет каких-то крутых анимаций и так далее. Но это сделано для коллекционеров. Есть люди определенного типа игроки. Как я, например, любят копить разные валюты, что-то покупать, что-то донатить. Мне, например, неинтересно особо играть в сам геймплей. Мне не кайфово просто играть в киберспорт, какие-то турниры и так далее. Мне более интересно просто копить скины, гемы, собирать монетки, собирать валюты, чтобы потом купить себе скины получше. Для чего мне скины? Я их коллекционирую. Я коллекционирую красивые скины в Бравл Старсе. Да, я такой человек. Почему? Ну, просто мне нравится. И таких игроков много. Не я один такой. Для чего это нужно? Для разнообразия аудитории. Так будет больше людей, которые смогут задонатить как раз таки в игру. Теперь берем Стэнд оф 2, в котором есть задонат голдишка, задонат пас, ну и бесплатное серебро, за которое вы можете получить только боксы, с которых выпадают ункомонки, и ты три года их выставляешь на рынок. Да, разработчики ответили, что они в курсе о том, что много серебра, его нужно как-то утилизировать. Но зачем нужен магазин серебра? Отвечаю. Для игроков, которые любят что-то коллекционировать, и не только платно, но и бесплатно, есть люди, такие как я, которые любят просто что-то собирать, что-то классное получить. Например, ивентовый предмет седьмого сезона, который доступен только во время седьмого сезона, а после сезона его уже не будет, но его можно будет купить только в магазине серебра. Но потом его нельзя будет купить нигде, абсолютно никогда. Это будет суперэксклюзивный предмет, такой, как медаль 2 years, например. У меня есть медаль 2 years, ее никто не может получить. Абсолютно ни один игрок не может получить на данный момент, честным способом, без каких-то админок, там, читов и так далее, 2 years медаль. Но если бы сейчас был магазин серебра, и туда добавили какие-то эксклюзивные вещи, такие как 2 years медаль образно, ну, другую какую-то медаль уже, не 2 years, конечно, да, там, в честь седьмого сезона какую-то медальку можно было бы добавить за 100 тысяч серебра. Например, какой-то ножик стандартный, но с какой-то другой расцветкой, за 50 тысяч серебра. И ты этот ножик потом продать и так не сможешь, ты за него голду не получишь. В будущем, когда закончится сезон, ты сможешь его продать только за серебро, и то только за полцены. И если ты его продашь, то ты его продашь уже навсегда, и больше никогда не сможешь его купить. Это делает предмет ценным в плане коллекции, коллекционерам это будет очень сильно нравиться. Я, например, смогу надеть какие-то скины, которые были добавлены только в седьмом сезоне, и играть с ними уже в десятом сезоне, и все-таки, вау, откуда у тебя такие скины? Ведь ты не мог их купить на рынке, их там нет. А я игрок седьмого сезона, у меня есть такие скины, потому что я их купил в магазине серебра. Вот зачем нужен магазин серебра, я не понимаю, почему разработчики этого не понимают, ведь я об этом уже говорил во многих роликах, и сам лично им об этом писал, и ни одному разработчику, и ни одному человеку, который связан со студией, но почему-то они об этом не знают. Странно. Во всех играх остальных так работает, а вот в стенд-оффе, в принципе, мы не знаем, зачем он нужен. Ну, я не знаю, у меня реально начинает гореть с этого. Как его реализовать? Когда я отвечал на вопрос, зачем он нужен, там было все понятно. Как правильно его реализовать? Добавлять туда эксклюзивные предметы? Разработчики ответят, для этого есть пасс. Блин, пасс, во-первых, донатный. Во-вторых, если ты покупаешь пасс, то тебе нужно очень много денег, чтобы вывести все предметы. Это первое. А контр-аргумент разработчика, ведь есть бесплатный пасс. Но как коллекционеру получить все предметы из бесплатного пасса? Никаким образом, никогда в жизни коллекционер не получит все предметы из бесплатного пасса. Никогда. И сейчас человек, коллекционер, например, который играл в третьем сезоне, никогда не донатя, он сейчас не имеет ничего с третьего сезона, чтобы доказывало, что он какой-то классный игрок в то время. Максимум бронзовая медаль, да нафиг она кому-то нужна. А если бы вы добавили коллекционные предметы за серебро, которые можно было получить только в то время, накопив определенное количество серебра, за короткое время купил себе скин, сейчас его не продаешь, оставляешь себя в инвентаре, седьмой сезон, ты выбираешь вот этот скин с инвентаря, вот показываешь человеку, и он такой, нифига себе, у тебя есть скин третьего сезона. Вот это да, вот что такое коллекционные, редкие, классные предметы. А не неймл, которые ты можешь купить в любое время, в любую секунду, задонатив просто туда деньги, и все. Самое обидное, что я об этом уже говорил не один ролик, я отправлял очень много документов с расписанием, как это все сделать, как будет лучше, как круче, и говорил, разработчики, у вас целая команда, вас больше там 100 человек, 100%, тогда думайте сами, как было бы еще лучше. Взамен на это я получаю спустя столько времени ответ, мы не знаем, как это реализовать, мы вообще не знаем, что с этого получится, и зачем это нужно. Вообще неприятно это слышать, когда я стараюсь, постоянно что-то пишу, постоянно что-то придумываю, вкидываю идеи, и мне говорят, что мы не знаем, что это такое, зачем это. На данный момент, любой игрок, может зайти на рынок, поставить фильтр Dragon Rise, и скупить оттуда все скины. Это может сделать абсолютно любой игрок. Он может скупить себе, с каждого скина, по один, и он будет лдом, он уже сразу станет игроком, который играл в третьем сезоне. Да, все будут думать, ого, смотрите, какие у него крутые скины, вау, может донатер какой-то задонатил. Но если бы у этого человека были реальные скины, которые можно было получить только тогда за серебро, эксклюзивные, не за то, что ты закинул денег, а за то, что ты активный игрок, и играешь, копишь серебро, стараешься, чтобы потом купить себе предмет, вот это круто. Да, можно задонатить голду, и превратить голду в серебро, и купить эти предметы, не проблема. Но ты тоже тот игрок, который играл, аж в третьем сезоне, и только эти предметы покажут тебя, насколько ты олд, какой ты коллекционер, и что ты можешь взять и накопить столько серебра, потратить свое время, не знаю, задонатить, не важно, но ты и олд, коллекционер, игрок. Вот я очень хочу, чтобы это было в игре. И я не думаю, что я один такой. Я иногда еще общаюсь с бывшим околоразработчиком, джампером, и он мне часто говорит, это бессмысленно, серебро можно потратить тупо на боксы, открыть себе комонки, покрафтить, и получить скин, который ты хочешь. А зачем мне скин, который может купить абсолютно любой человек? Рандомный чел, не знаю, тот же холдик зайдет в игру, задонатит миллион долларов, и купит себе любой скин. Но эксклюзивные, редкие скины, которые можно получить только тогда, когда выходит обновление, нельзя будет купить ни за какие деньги. И такого в Бравл Старсе очень много. Есть олдовские крутые скины. И это дает тебе возможность почувствовать себя особенным в игре. Это дает тебе ощущение, что ты крутой игрок, у тебя есть что-то, и возможно ты задонишь уже в будущем, чтобы не пропустить какой-то ивент, возможно ты не успел накопить определенное количество серебра, чтобы купить все предметы, которые были в этом ивенте, и тебе пришлось задонить, чтобы не пропустить хотя бы один скин, потому что ты коллекционер. Разработчики способны на это, они могут добавить в магазин серебра, но они как будто специально не хотят, потому что на это уйдут ресурсы, деньги, а взамен не будет донатеров. Но они не понимают, что это перспективно. В будущем это окупится в 10 раз, будет намного больше игроков в стендоффе, больше типажей, не только те, кто любит в ММ играть. Я, например, ММ ненавижу, и вообще мне не особо интересно играть, я больше люблю скинчики и рынок. Был бы магазин серебра, я был бы рад еще в 10 тысяч раз больше, чем сейчас. На данный момент есть только одни коллекционеры, это донатеры. Только донатеры могут купить все максимальные медали в пасах, только донатеры могут себе купить все ножи, какие-то крутые скины и так далее. Только тот, кто задонатил много денег. Я не говорю про трейдеров, потому что трейдеры это сверхлюди, они на это тратят очень много времени, они на этом зарабатывают, и это их работа. Я говорю именно про обычных людей, которые любят играть в стендофф, получать удовольствие, или копить какие-то коллекционные предметы, которых нет в стендоффе. Они есть только за донат, и это несправедливо. И разработчики не могут понять, почему это плюс, почему большее количество разнообразных игроков с разными потребностями, это лучше, чем определенные игроки, которые любят только мемы киберспорт. Донатеры. Это круто, потому что они приносят больше денег. И все. А перспективный рост, перспективный интерес к игре, чтобы было больше игроков, чтобы можно было создавать ивенты, как 100 старт-дропов в Бравл Старсе, как с яичками, это все можно реализовывать, только с серебром. Почему с серебром? Потому что с голдой не получится бесплатно раздавать. Если мы начнем раздавать бесплатно голду, экономика рынка порушится, будет меньше донатеров, ведь голду теперь можно получить бесплатно, зачем донатить? Почему Бравл Старс начал бить рекорды по активу? Почему? Потому что у них есть крутые бесплатные ивенты, не то что в стендовчике нашим, только донат. Разработчики ответят, у нас киберспортивное направление. Так продолжайте свое киберспортивное направление, но дайте, пожалуйста, всем игрокам получать удовольствие от игры. Почему бы не создать магазин серебра для этого? Временный ивент, который даст рамку, медаль и два шилда. Чтобы это получить, нужно накопить 100 тысяч серебра, купить этот ивент и пройти задание и получить свои награды. Все. Люди будут мега рады, получили себе рамку, скинчики бесплатно, вот эту медальку, шилдик. У них осталась память об этом, что это было в стендовчике бесплатно на халяву. Круто! Наконец-то разработчики что-то сделали крутое. Игрок зайдет через полгода и такой, блин, смотрите, у меня вот эта медаль осталась, я проходил ивент, был за 100 тысяч серебра, получил вот эти скинчики, классно. И какой-то там разраб скажет, да зачем ему эти нужны скины, если их нельзя будет продать? Тебе этого не понять, бро. Ты этого никогда не поймешь. Иди поиграй в Бравл Старс и, наверное, дойдет до тебя. Но я думаю, что нет. Заряжу так жестко, возможно, оскорбительно, но, блин, я не могу по-другому. Это мой стиль, я так общаюсь, я так записываю ролики. Только так получается. Я без эмоций не могу. Как вы уже успели заметить, я эту тему могу обсуждать абсолютно бесконечно. Я могу привести миллион аргументов, почему магазин серебра достоин и почему его нужно добавить в стендов. Но, к огромному сожалению, до разработчиков это не доходит. То есть, каким бы образом я об этом не говорил, сколько бы я роликов не снимал, они об этом не знают. Им как-то по барабану. И вот Веля конкретно спросил, почему нельзя сделать магазин серебра, где будут рамки, классные, крутые предметы, такие как нашивочки какие-то, там, оперативники, неважно, что он там говорил. И разработчики такие, да мы не знаем вообще, как это реализовать. Ну, что это за ответ? Что это за прикол? Это рофл надо мной или что? Рофл над всеми людьми, которые ждали этого два года подряд. Это пранк? Сколько роликов я заснял? Сколько всего я уже выдал? И за это все время ноль отдачи по поводу магазина серебра. Один шорс был, в котором и то они отложили якобы эту идею на потом. Якобы вообще не хотят к ней прикасаться. Как и клиент-серверу, там рядом клиент-сервер был, магазин серебра, и какой-то новый движок или что там было, не помню. Я вспомнил, там был релиз. Во-первых, разработчики, чтобы знать, как это реализовывать, нужно над этим работать. Два года назад я впервые упомянул об этой идее. Год вы вообще полностью игнорировали это. После ответили мне, что это тупая идея. Сейчас вы уже не знаете, как это реализовать. Хотя столько инфы уже было от меня, сколько от сабов, сколько крутых, гениальных способов это реализовать и до сих пор вы не придумали. Вас больше 100 человек, а я один. Понимаете? Тут надо как-то в принципе взяться уже за это. Еще раз повторюсь и последний раз. Да, это не принесет большого дохода, но это самая перспективная тема, которая принесет большой актив для игры. Ну и уже вследствие этого будет больше доната. Это логично. У меня был недавно ролик, на котором была отсылка прямо на превью. И отсылка была на обновление 0.28.5. Но, к сожалению, разработчики ничего из этого не добавили и, скорее всего, перенесли это на 0.29.0. Именно потому я думаю, что в 0.29.0 будет очень много контента. Ведь даже то, что должно было быть в патче, перенесено в 0.29.0 в глобальное обновление. Эта обнова должна быть лучше 100% чем Space Vision. Многим не понравился Space Vision, хотя мне очень зашел. Просто разработчики завысили ожидания, сказали, что будет лютая ностальгия, которой не было, я не играл в те игры, которые они играли. Ну и тем более, целевая стендовчика 100% не играла в те игры, которые играли разрабы. Короче, разработчики учли ошибки и сейчас летнее обновление будет мега насыщенным, мега интересным и там будет очень много контента. Если что, это лично мои слова и я беру ответственность на себя теперь за разработчиков, если они нифига не добавят, то я буду виноват, что они не добавили, ведь я об этом говорю. Третий пункт ролика это ивент, который пройдет с 1 по 25. Я не буду говорить, что там будет, но это просто имба, ребят, дождитесь, пожалуйста, в моем телеграме по ссылке в описании. Там пройдет этот ивент. Все такие, а что, а что это? Я скажу только одно, там будут награды. И такие прям хорошие, даже секретные, поэтому ожидайте, это будет очень круто. Давайте я вкратце сейчас пробегусь по всем пунктам, которые остались, потому что время уже поджимает. 24 минуты ролика. Итак, четвертый пункт, почему не стоит ждать обновления. Просто хочу вас предупредить, сейчас будет очень много байта от всех ютуберов, что вот-вот оно уже скоро выйдет, все уже будут орать, вот завтра уже обнову, послезавтра. Успокойтесь, ребят. Разработчики выпустят тогда, когда посчитают нужным. Оно еще не готово, над ним еще работают, поэтому расслабьтесь. Даже если выйдет трейлер, не нужно сразу кипишевать и орать, что блин, почему вы опаздываете, почему оно не выходит раньше времени, ну и так далее. Просто хочу вас предупредить, что не сейте, пожалуйста, панику и хаос. Будут ли акции и рулетка в летнем обновлении? Я считаю, что да. Я думаю, что рулетка, ну, обязана быть. И, естественно, и акции, блин, сколько у нас уже стендов просто простаивает без чего-то крутого. Я думаю, что разработчики должны будут наверстать то, что упустили и добавят все сразу, что только могут. Мне кажется, что разработчикам сейчас уже страшно, потому что была волна хейта и, как бы, они немножечко уже отстают от конкурентов, именно Brawl Stars, по активу, я имею в виду. Я не говорю, что конкурент, как шутер от первого лица, а вот по активу, по ютуберам, вот как бы ютуберы начинают снимать Бравл, и это, ну, не очень так хорошо для стендовщика. На данный момент стендов на бета-версии. Это даже не релиз. У разработчиков еще есть очень много козырей в рукавах. Тот же магазин серебра, клиент, сервер, релиз, там, трейды, этого всего мы ждем все время. И все это время стендов в топах. Лучший шутер от первого лица на мобильное устройство. Поэтому я думаю, что разработчики будут только расти, именно в плане разработки своей игры. И, естественно, игра будет только популярнее и популярнее. Еще не скоро будет вот падение, там, как вы все пишете, игра умрет, игра умирает. Ну, этого не произойдет просто потому, что у разработчиков еще слишком много контента в запасе. Самое крутое, что они перепишут игру, я надеюсь, что это случится, и там вообще все должно быть идеально. Ну, не прям все суперидеально, но лучше, чем в нашем нынешнем стендовчике. Те же женские персонажи смогут уже, наверное, появиться. Почему у меня так редко видосы? Почему я снимал так редко? Многие пишут, что случилось и так далее. Я переезжал. Я переезжал в разные страны, были проблемы, немножко тильт, плохое настроение, всякий бред происходил в жизни, ну, тяжело на самом деле в последнее время. И вообще, с 22 года все как будто вверх ногами, как будто постоянно нужно пробиваться с трудом. Вот такие вот дела. Поэтому редко выходят видео, но я стараюсь записывать прям важную инфу, свежие новости. Как только у меня появляется небольшое время, я сразу же работаю. Поэтому, кстати, стоп, вообще у Beholder вышел ролик, вот он на экране, нажимай, смотри, обязательно от начала до конца. Приятнейшего тебе просмотра. Продолжение следует...